...частников вебинара от команды VEDA PULS. И сегодня мы начнем очень большую тему. Будем рассматривать основные, главные меридианы. И тема сегодняшнего вебинара это канал легких. Сегодня мы с вами разберем следующие темы. Это структура канальной системы и методы взаимодействия с ней. Разберем канал легких, основные его характеристики, проекционные зоны и функциональное применение. Узнаете точки силы канала легких и завершение практическая часть методика прохождения данной системы. Сегодня мы начинаем разбор главных меридианов. То есть тех меридианов, на которых расположены биологически активные точки. И кто был на ведомарафоне и слушал мое выступление, те помнят, что точки также есть на передне-срединном и задне-срединном меридианах. Но передне-срединный и задне-срединный, они формируют малый небесный круг, а оставшиеся парные 12 меридианов, они формируют большой небесный круг, либо еще называется большой круг циркуляции энергии. И, соответственно, что первая, что вторая структура, она может проявляться в трех составляющих. Эти составляющие по-китайски называются дух шинь, энергия ци и материя у джи. Соответственно, русские и китайские иероглифические названия вы видите у себя на экранах мониторов. Соответственно, материальная часть – это непосредственно проекционные зоны, сами биологические точки, то есть то место на теле человека, на которое мы воздействуем для того, чтобы оказать эффект на данную структуру. Но встает вопрос, а чем мы на самом деле воздействуем? Можно воздействовать иголкой, можно воздействовать пальцами, можно воздействовать нашим великолепным прибором – ведолазером, можно воздействовать другими приборами. Почему биологически активные точки и, собственно, сами каналы откликаются на это воздействие? Как они все это преломляют в себя? Потому что встает вопрос, из-за чего встает такой вопрос? Потому что сами линии описаны достаточно давно, то есть это уже не одну тысячу лет, и зафиксированы в древних источниках. Современные ученые смогли подтвердить наличие этих линий посредством измерения электрокожного сопротивления и, соответственно, другими методами. Но также пытаются найти субстрат для биологически активных точек. Методом измерения электрокожного сопротивления видны эти места. Эти места можно даже визуализировать в определенных электромагнитных полях. Но найти какой-то специфический элемент, который есть только в биологически активной точке, до сих пор не удается. И, соответственно, это вряд ли удастся вообще когда-либо сделать, потому что данная система, она многогранная. И можно сказать, что биологически активные точки, это просто места доступа для определенной системы, по которой движется энергия. И именно точки, они перерабатывают любое воздействие, как механическое в виде массажа, либо иглоукалывание, либо воздействие любым физиотерапевтическим прибором. Все эти типы воздействия, биологически активные точки, они перекодируют на язык понятной канально-меридианальной системы. И точка получает воздействие механического, физического, либо энергетического какого-нибудь воздействия. И все это запускает и активирует движущуюся по главным меридианам энергию Ци. И также точки, они как своеобразные антенки. Они притягивают окружающую энергию. То, что китайцы называют Ци. Объяснить, что такое Ци, достаточно сложно. Легче почувствовать ее, почувствовать эффект этого движения. Самый простой способ. Надо находиться в расслабленном состоянии. Можете сделать это прямо сейчас. Соответственно, расслабьте свои кисти и немного потрите их друг от друга. Ну, буквально там 3-4 раза. И потом разведите ладони друг от друга и сводите. И вот таким медленным, плавным движением разводите и сводите ладони. И вы заметите, что появляется такая упругая среда между ладонями. То есть, как будто между ладонями находится мячик. Вот ощущение этого мячика это одно из проявлений энергии Ци. Когда вы воздействуете на биологически активные точки, тоже появляются определенные такие токовые воздействия. И на самом деле, чем меньше по физическому воздействию наш момент взаимодействия с точкой, тем больше и мощнее вот этот энергетический отклик. И, соответственно, точки, они работают и активируются именно за счет энергии. Но также на точках может быть определенная программа. И эти программы, они существуют независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Так устроен мир. Чтобы двигалась энергия, кто-то должен задать для этой энергии цель. Есть цели, возникающие естественным путем, как, например, у магнита. Есть северные и южные полюса. Также есть полюса у нашей планеты. И возникает такое естественное движение энергетических потоков. Но в организме можно задавать это направление, понимая работу биологически активных точек. И вот этим всем моментом мы и будем учиться в цикле наших занятий, посвященные канально-меридиональной системе. На китайском языке, соответственно, используется один иероглиф дзин, обозначающий всю эту систему и каждый канальчик в отдельности. Но на самом деле существуют разные меридианы. Есть сухожильно-мышечные меридианы, есть главные меридианы, есть много-много каких еще меридианов. И они находятся один под другим. Место проецирования на кожу человека, оно практически одинаково. Одни меридианы потоньше, другие потолще. И в русском языке специалисты рефлексотерапии, соответственно, термином канал называют всю сумму различных меридианов, относящихся к одной энергетической системе. Если используется название, например, главный меридиан, то это говорит о меридиане, на котором находятся все биологически активные точки. Для нашего изучения можно поставить знак приблизительно равно между каналом и меридианом. Для вас важно знать, что термин канал более широк и объемен, чем просто термин меридиан. и соответственно, как принципиально построена эта канально-меридианальная система. Как все вокруг нас, она состоит из двух частей. Одна часть называется Ян, другая часть называется Инь. Янские каналы, они более активные и быстрые. и соответственно, через них можно оказать более быстрое воздействие на перераспределение энергии. А каналы Инь, они более медленны, но они позволяют накапливать энергию. И что нам важно для практической работы, это направление движения каждого канала. Вот посмотрите на эти картиночки. То есть это так называемая схема пангу, когда человек стоит с поднятыми вверх руками. Соответственно, задача такого человека и всех нас, как прообраза этого человека, это соединить небо и землю. То есть мы являемся третьим элементом между небом и землей. так получилось в китайской мифологии, что именно первопредок человека, мифический пангу, он разрушил идеальное состояние, он разрушил мировое яйцо. и таким образом образовалось небо и земля. Но соответственно, небо это ян, земля это инь, но противоположные начала, они стремятся друг к другу, чтобы этот контакт осуществился. Янские каналы начинаются на руках, то есть от неба, идут к центру туловища и там они заканчиваются. Ножные янские каналы идут от центра туловища к ногам, то есть к земле и там заканчиваются. Инские каналы идут в противоположном направлении, то есть они поднимаются от земли, то есть соответственно от ножных инских каналов энергия поднимается к центру тела и дальше переключается на ручные инские каналы. И ручные инские каналы идут от туловища на кончиках пальцев. И соответственно вам надо составить табличку и запомнить либо нарисовать и знать какие каналы янские, какие каналы инские и всегда представлять на руках и ногах в каком направлении идут эти каналы. Потому что нормальное движение энергии всегда происходит только в одном направлении. Если энергия начинает двигаться в противоположном направлении, это так называемый синдром обратного тока энергии. И он проявляется уже патологическими симптомами. Например, для канала легких обратный ток энергии проявляется в виде кашля с отхождением мокрота. Также вся канально-меридианальная система она построена и на принципах биоритмологии. У каждой системы есть время максимальной активности. Первым идет канал легких. И легкие активны, наиболее активны в ночное время с трех до пяти часов. соответственно время активности занимают одну стражу. В Китае одна стража равняется европейским двум часам. И через каждые два часа сменяется активность канала. И смотря, изучая вот эту табличку биологические часы организма, вы можете всегда подсмотреть и увидеть, какой канал является инским, какой канал является янским. Ну и сразу вспоминайте направление движения. Минимальную активность канал испытывает через 12 часов после начала своей максимальной активности. то есть легкие максимально активность 3 часов начат через 12 часов, то есть в 15 часов наступает их время минимальной активности. Также канал отдыхает после своей максимальной активности, то есть в 5 часов заканчивается максимальная активность и соответственно наступает спад энергетики. Но самый максимальный спад будет во время минимальной активности, то есть с 15 до 17 часов. Все это желательно учитывать, когда вы воздействуете на те или иные биологически активные точки. то есть это имеет отношение ко всем точкам для этого канала. Следующий слайд показывает соответственно организацию биоритмологическую в течение года и по месяцам. Но какая-то цветопередача у этой вебинарной площадки отличная от оригинала презентации. Вот здесь я думаю вам не будет всего видно. Напишите ну просто плюсики поставьте. У вас тоже вот такие есть черные полосы. да ну все я понял этот слайд я переделаю тут тут уже так скажем иногда вот у вебинарных площадок такое бывает что заливаешь красивый слайд а он получается каким-то другим по цветовой гамме и не видно соответственно то есть что возьмите листочек с бумажкой я вам просто расскажу на словах каждый сезон года состоит из трех месяцев соответственно начало года в Китае начинается в феврале и первый месяц года он является месяцем тигра и с месяцем тигра связан канал легких ну и соответственно дата начала месяца тигра она отмечается фиксируется по солнечному календарю и это попадает с 3 по 5 февраля китайцы отмечают ну как у нас принято называть новый год официальный их праздник по лунному календарю и соответственно ну лунный календарь он гуляет может быть это январь месяц может быть и февраль месяц в этом году еще китайский новый год не наступил хотя если правильно его называть то это праздник весны но для нас важно знать что каждый канал имеет максимальная активность в течение года и сейчас соответственно идет февраль месяц то есть сейчас изучаемый с вами канал он максимально активен в следующий месяц будет активен следующий канал то есть соответственно канал толстой кишки в апреле будет активен канал желудка и так по кругу то есть соответственно канал легких он первый по номеру запишите напротив него февраль и дальше поставьте месяца начиная с февраля и у вас будет эта табличка соответственно запоминать животных ну это никакой вам практической значимости не даст в дальнейшем если мы будем углубляться в биоритмологию я сделаю другую табличку и у вас будет эта информация каждый канал соответственно имеет определенное название и традиционное китайское название оно включает не только название органа с которым он соотносится но и определенные другие обозначения посмотрите как называется канал легких по китайски соответственно транскрипция такая это шоу таинь таинь кому интересны иероглифы они представлены на слайде первый верхний иероглиф это шоу это обозначает ручной то есть первый иероглиф их всего два либо шоу либо дзун то есть шоу обозначает ручной то есть канал либо начинается либо заканчивается на руках либо ногах в данном случае канал легких он ручной канал дальше идет категория относящаяся к ям или инь в данном случае это канал тай инь вот два второй сверху иероглиф их там два иероглифа первый иероглиф тай переводится как великий небесный и второй иероглиф инь то есть собственно это тот же иероглиф который используется когда говорят инь ям это тот же самый иероглиф следующий иероглиф фэй это непосредственно обозначает легкие и последний нижний иероглиф дин это собственно обозначение канала либо меридиана то есть в зависимости от контекста переводится так или так то есть один и тот же иероглиф может указывать на какой-то какой-то конкретный меридиан ну просто так как в китайском языке перед этим что-то еще написано то контекст становится понятен в русском языке для канала используется одно слово для меридиана соответственно другое все основные меридианы на которых находятся точки они парные на морском изображении показан как внутренний ход так и наружный ход на женском изображении показан только наружный ход меридиана легких то есть то место где находятся биологически активные точки красное и синее никакой смысловой нагрузки не несет это просто сделано на картинке для контраста и чтобы было понятно потому что как-то меня уже про эту картинку спрашивали какое значение почему справа красная слева синяя никакого смысла нету это просто дизайнерское решение можно так назвать и для глубокого понимания как работает меридиан нам надо представлять не только его наружный ход то есть место где проецируются все биологически активные точки но и также внутренний ход и внутренний ход нам понадобится для сегодняшней практики канал легких начинает движение всех 12 меридианов и соответственно с помощью него можно запускать энергетические потоки если хорошо работает данная система то и все другие меридианы будут работать намного легче и соответственно начинается меридиан легких именно внутренним ходом он начинается от среднего обогревателя то есть это место проецируется по передней срединной линии на середину расстояния между кубком и мечевидным отростом то есть примерно сейчас у себя найдите это место и представьте что от этого места идет соответственно меридианчик вниз к области кубка огибает кубок и потом поднимается вверх проходит грушную и грудную полость контактирует с сердцем и с легким подходит вверх к нашим голосовым связкам и соответственно сила голоса зависит и тембр голоса зависит от состояния данного канала если вам надо как-то поработать с голосовым аппаратом то первую очередь используйте точки либо весь меридиан легких и от горла опускается вниз и появляется на кожу в первой точке о точках мы поговорим чуть-чуть попозже дальше меридиан идет уже поверхностно на коже поднимается ключица вдоль ключицы переходит на плечо чтобы правильно находить данный меридиан надо держать ручки как на представленных изображениях меридиан идет по направлению к большому пальцу по внутренней поверхности руки и заканчивается у корня ногтя большого пальца на меридиане насчитывается 11 точек основные мы с вами будем разбирать соответственно в названии меридиана легких и канала легких фигурирует термин тай ин что это обозначает это обозначает во-первых принадлежность к системе ин но система ин включает три уровня это тай ин дзюэ ин и шао ин соответственно янские меридианы они тоже состоят из трех частей эти части называются тайян шаоян и ян мин наиболее часто в русскоязычной литературе либо вообще не имеется никакого перевода то есть вот так вот написано там тай ян либо используют термины энергетическая ось либо еще встречается термин большой меридиан в китайской традиции эта система называется люхэ шесть гармоний то есть соответствующие каналы категории ян и категории ин они гармонично сочетаются друг с другом и формируют вот эти оси и они предназначены для защиты от внешних патогенных энергий сначала внешняя патогенная энергия сталкивается с осями ян в начале идет как представлено на слайде тай ян это канал мочевого пузыря и тонкой кишки дальше система шао ян это желчный пузырь и тройной обогреватель и ян мин это желудок и толстая кишка после того если патогенное начало преодолело янский уровень то только тогда начинается включаться в защиту инский уровень но он менее предназначен для работы с внешними энергиями и первый стоит тай-ин то есть система каналов легких и селезенки за ним следует дзюэ инь это печень и перекар и шао инь это соответственно почки и сердце в китайской традиции считается что если патогенная энергия достигнет уровня шао инь и будет находиться в нем в течение трех дней то человек умрет соответственно надо держать эти системы в хорошем состоянии и смотреть в первую очередь как наши янские меридианы справляются с внешними воздействиями на таком простом практическим уровне мы смотрим чтобы эти меридианы были полны и могли защитить соответственно нас от любой внешней напасти следующая организация каналов то есть каждый канал он принадлежит к определенной энергии и так как мы работаем в программе ведопульса то у нас есть уникальная возможность сравнивать каналы не только с китайской точки зрения но и с ведической точки зрения соответственно здесь не надо забывать что эти точки зрения они схожи но формировались так скажем в разных странах в разные исторические эпохи и соединять их в единое целое не имеет смысла вот то есть есть определенные нюансы и просто для разных целей используются вот эти вот системы с китайской точки зрения канал легких он относится к элементу металла и соответственно легкие это инский канал спаренным с ним янским каналом является канал толстой кишки он также относится к элементу металл в системе трех дож как легкие так и толстая кишка являются также парными органами но относятся к категории вата что делает канал легких какие основные характеристики его соответственно в каком порядке написаны эти характеристики это и является степень их важности чтобы работать с меридиональной системой надо понять ее суть и суть заключается не в том чтобы знать миллион показаний для каждого канала либо для каждой точки а чтобы понять общий смысл работы системы и каждого его элемента и тогда вы понимая вот этот смысл можете при любом заболевании при любом состоянии правильно подобрать ключевую точку и воздействовать на ключевое звено вот основная задача канала легких это опускание и рассеивание цифр соответственно энергия к нам поступает с дыханием питанием ну и от окружающего пространства напрямую то есть это вот эта вот схема по нему соединения неба и земли на каком уровне работают легкие то есть в каком случае они могут опускать энергию в том случае когда это энергия дыхания то есть это наш кислород и соответственно легкие это самый высокий инский орган а инские органы предназначены для накопления энергии а легкие они такой уникальный орган они берут энергию и передают другим не только инским но и янским органам и рассеивают вот эту получающую энергию можете называть это энергия дыхания такой термин в китайской медицине существует иногда в русскоязычной литературе встречается вариант как грудная энергия это все имеется ввиду энергия канала легких и эту энергию рассеивают до каждой клеточки и если есть какая-то патология соответственно с недостатком кровообращения с недостаточной питанием кислородом тканей то всегда можно задействовать данную систему потому что именно точки канала легких доводят как кислород так и энергию до каждой клеточки нашего тела соответственно с европейской точки зрения в первую очередь точки влияют на дыхательную сердечно-сосудистую и выделительную систему выделительную мы помним что спаренный орган с легкими это толстая кишка им без ян не функционирует то есть если у нас нету ровного хорошего дыхания у нас не может быть хорошего выведения так скажем твердых отходов это все связано каждая энергетическая система открывается в какое-то место и легкие открываются в нос то есть носовое дыхание легкость его и то как выглядит нос об этом мы поговорим чуть позже указывает на состояние этой системы зеркалом каналов является кожа и ее придатки придатком кожи относятся волосы на теле человека и соответственно ногти и именно вот эти элементы отвечают за состояние легких вкус который относится с меридианом легких это острый соответственно эмоция это грусть и тоска почему грусть и тоска то есть соответственно канал принадлежит элементу металла металл это концентрация это углубление в себя и отсюда вытекают эмоциональные характеристики то есть грусть тоска и психические проявления это самокопание педантизм уход в себя соответственно если это идет так скажем не во вред своим функциональным так скажем способностям для человека то некий уход в себя можно признать полезным моментом если это переходит в какую-то планку это уже оказывает негативный момент какие же основные точки на которые в первую очередь следует обратить внимание в первую очередь главными и наиболее часто используемы являются точки пяти элементов соответственно на каждом канале представлены все точки всех элементов то есть элементов у нас пять это дерево огонь земля металл и вода соответственно все эти точки есть такая система пяти шу точек первая шу точка она расположена на кончиках пальцев всегда вторая идет следом за ней то есть выше третья также за ней пятая всегда находится в районе локтя для ручных меридианов или в районе колена для ножных меридианов четвертую точку приходится запоминать они не всегда идут подряд по номеру и соответственно третья точка шу три всегда является точкой юань то есть она связана с прежденебесной родительской энергией и выполняет важную регуляторную функцию точка p11 соотносится с элементом дерева p10 с элементом огня p9 с элементом земли и земля является тонизирующей точкой для легких почему потому что в системе усин земля рождает металл а мы помним что легкие относятся к элементу металл собственно элемент металл в канале легких это точка p8 в скобочках сокращение элемент в элементе и завершающая точка пяти элементов p5 это седативная точка это элемент вода точка p5 легкие металл металл рождает воду либо еще есть такое выражение что на клинке булат всегда есть капля росы и соответственно когда мать рождает дитя то есть легкий металл это мать воды вот вода то рождается но мать при этом отдает часть своих сил и поэтому слабеет и следствие этого точка воды для канала металла является седативной успокаивающей также важными для канала является точка щель можете встретить такое название как противоболевая точка это точка p6 точка щель это самое узкое место в меридиане в этом месте наиболее часто возникает энергетический застой и чтобы понять в каком состоянии находится меридиан на самом деле можно пропальпировать всего несколько точек и в сумме информация с этих точек даст много знаний о состоянии меридиана это в первую очередь как раз вот эта противоболевая точка p6 то есть если есть какой-то застой в канале он всегда возникает с этого места также отражением энергетики является точка элемент в элементе то как идет регуляция данной системы это точка юань и также есть две специфических точки для диагностики канала это мо и шу точки мо точки могут быть на своем собственном канале как в данном случае это точка p1 вот а все шу точки они находятся на спине на канале мочевого пузыря и шу точка канала легких это 13 точка и также важной является ло точка p7 ло точки они соединяют каналы по правилам акупунктуры соответственно в данном случае мы будем рассматривать соединение сопряженным по принципу инь иян с каналом толстой тушки запишите составьте такую тетрадочку и введите определенные таблички для каждого канала если вы будете хорошо владеть вот этими точками и уметь их легко находить то на самом деле на самом деле этих точек достаточно то есть надо знать точки пяти элементов точку щель мо и шу точке и ло точку и соответственно вы можете уже достаточно профессионально работать и выполнять любые задачи по улучшению здоровья пациентов все остальные уже точки будут ну так скажем дополнительны и теперь мы с вами практически разберем и попытайтесь сразу найти у себя данные точки начнем с той точки которую найти у себя не у всех получится соответственно не все смогут дотянуться сами у себя до этого места но хотя в принципе человек доставать до этой точки должен это точка в 13 расположенная на спине ну вы видите обозначение бл это англоязычное обозначение канала мочевого пузыря она находится между поперечными отростками третьего и четвертого грудного позвонка то есть вы находите самый выступающий отросток чуть ниже шеи это будет седьмой шейный позвонок и под ним соответственно будет первый грудной второй грудной и третий грудной то есть досчитали до третьего грудного потом чуть вниз и вбок между остистами отросты и там будет соответствующая точка это диагностическая точка для янской энергии канала легкой первая точка P1 на рисунке LU1 она находится соответственно в подключичной области на самом деле находить ее достаточно легко для этого ну как бы простой такой навык нужен вы вот расслабленно положите руку на противоположное плечо вот просто расслабленно положите и вы почувствуете вот под пальцами у кого-то будет под средним у кого-то будет под указательным пальцем вот такую выступающую часть ключица вот с этой выступающей части вы как бы вот по расположению руки скатываетесь и оказываетесь в ямочке вот эта ямочка это вторая точка канала легких она нужна первая первая точка находится ниже этой ямочки на одно ребро то есть ищите под этой точке твердое место это будет ребро вот как это твердое место закончится там будет первая точка следующая интересная для нас точка сразу пятая она расположена в области локтевого сгиба для ее нахождения мы согибаем локоть под 90 градусов и ищем эту точку соответственно на стороне большого пальца если вы маленечко вот так вот разгибаете локоть сгибаете разгибаете то вы почувствуете сухожилие бицепса вот эта точка находится сразу с наружной сторони тны сухожилия бицепса в складке локтевого сгиба немножечко ее придавите она обычно такая чувствительная для нахождения остальных точек нам пятая понадобится в виде так скажем ориентира следующую удобней находить девятую точку девятая точка находится в районе лучезапястного сустава вы смотрите на свой суставчик и видите там складочку у кого нету складок маленечко лучезапястный сустав так подсогните они появляются и выбираете конец лучезапястной складки там прощупайте кости запястья и там есть такое углубление между костями и это будет соответственно место для девятой точки мы условно соединяем пятую и девятую точки линии и вот все оставшиеся между ними кроме седьмой точки будут находиться вот на этой условной линии и нам понадобится из этого списка шестая седьмая и восьмая точка соответственно расстояние между пятой и девятой точкой условно китайцы приняли за 12 цунь то есть цунь это просто пропорциональный отрезок удобная система для нахождения биологических активных точек вот разбейте получившееся у вас расстояние на пополам соответственно это будет шесть цунь и добавьте одну шестую расстояние ближе к локтевому суставу и там вы обнаружите проекции кости шестую точку соответственно если у вас канал легких в порядке она никак себя не проявит если канал легких забит то соответственно эта точка будет достаточно болезненной и тогда вы можете просто легонечко проглаживать эту точку по ходу канала а вспоминаем что инские ручные каналы у нас идут ну так же как идут нумерации точек к пальчикам и надо проглаживающие движения делать в сторону пальчиков и тем самым прорабатывая одну вот эту противоболевую точку мы можем восстанавливать движение энергии во всем меридиане легких а так как меридиан легких запускает большой круг циркуляции энергии то практически воздействовать на движение энергии в любом меридиане седьмую точку находите сложнее всего потому что она называется ле цюэ выступающая из ряда то есть она не находится на этой линии но найти ее в принципе достаточно легко мы идем от запястья сразу за запястье на стороне большого пальца мы обнаруживаем такое утолщение шиловидное отрост мы соскальзываем с шиловидного отрост и идем по ребру кости и чуть ниже ну примерно на полтора два сантиметра мы почувствуем ребристость на кости такую шероховатость небольшую в этом месте и находится седьмая точка восьмая точка находится напротив шиловидного отростка то есть сразу под запястьем такая выступающая часть кости в том месте где проходит пульсация артерии собственно это одна из точек для пульсовой диагностики следующая точка десятая располагается уже на кисти в области возвышения большого пальца то есть мы первую косточку делим пополам и на середине этой косточки больше с ладонной поверхности и располагается десятая точка все поищите ее чтобы запомнить вот это вот ощущение возникающее при работе с точкой следующая точка завершающая одиннадцатая она расположена у корня ногтя вот можно представить что как бы проводим две линии через основание корня ногтя и боковую поверхность корня ногтя соответственно на слайде вот такая выноска показывается и где вот эти две линии пересекаются собственно и находится искомая точка очень часто на вот эти концевые точки оказываем воздействием нажатием своим ногтам но сильно не усердствуйте кожа в этом месте очень тонкая можно ее поранить и соответственно получить кровотечение ну и в дальнейшем поранихию или понарицей даже так что будьте аккуратны вот мы с вами разобрали основные самые главные биологически активные точки на канале легких и теперь мы должны представлять как же связан канал легких с другими системами какие системы канал легких может передавать свою энергию а из каких систем он может забирать свою энергию в первую очередь работа осуществляется в системе усин в системе пяти элементов и в первую очередь легкие обмениваются энергией со своим партнером по металлу толстой кишкой и эта взаимосвязь осуществляется посредством ло точки п7 из точки п7 идет ответвление к точке g4 точке юань канала толстой кишки а из канала толстой кишки приходит энергия в точку п9 которая находится на запястье мы ее как одну из точек через которую линию рисовали находили но чисто с практической точки зрения вот соединение p7 g4 оно более активное потому что весь вся длина канала соответственно вся энергия переходит быстро в следующую систему а первые 6 точек канала толстой кишки передают энергию в 9 точку а в дальнейшем то вы посмотрите куда этой энергии деваться энергия пойдет только по меридиану то есть буквально она пройдет 10 11 точки и естественным образом снова попадет в систему толстой кишки то есть чисто с практической точки зрения вот этот перелив он не очень оправдан ну соответственно такая рецептура существует знать об этом вы должны и соответственно есть взаимодействие еще по системе УСИН используя правило мать сын то есть легкие относятся к элементу металла они могут отдать по системе УСИН свою энергию элементу вода и вот скажите легкие отдадут свою энергию почкам либо мочевому пузырю как вы думаете напишите свои ответы в чате какому органу отдаст энергии легкие почкам либо мочевому пузырю жду ваших ответов первые ответы пошли ответы правильные молодцы разобрались все правильно пишите энергии соответственно энергия передается по своему же знаку то есть легкие это инский орган и легкие будут передавать следующему элементу но в инский орган а почки это инский орган ну и соответственно легкие могут забрать от своей матери от элемента земля также у инского органа то есть забирают у селезенки и вот этот момент ну не стоит забывать потому что некоторые пытаются энергию перебросить в янские органы иногда это возможно сделать но надо использовать немного другие также существует у нас полностью большой круг циркуляции энергии то есть последовательности всех 12 меридианов и в этой последовательности тоже существуют эти же взаимоотношения мать сын но в данном случае легкие будут передавать энергию по следующему каналу то есть в данном случае это канал толстой кишки то есть в большом круге циркуляции энергии сын легких это канал толстой кишки а матерью легких является система печени и также сопряженные органы они взаимодействуют по правилу верх-низ либо еще называют полдень-полночь помните когда мы рассматривали биоритмологические соотношения то говорили о времени максимальной и минимальной активности и соответственно когда легкие максимально активны с 3 до 5 часов в это же время минимальную активность проявляет мочевой кузырь и соответственно легкие и мочевой кузырь они связаны по принципу биоритмологии и соответственно легкие могут передать максимум своей энергии посредством лоточек в систему мочевого пузыря то есть энергия передается из плюса в минус соответственно если в мочевом пузыре мало энергии он отдавать в легкие не сможет и это соответственно возможно в ночное время в дневное время когда канал мочевого пузыря активен можно подпитать легкие за счет его энергии то есть здесь идет взаимодействие в обе стороны но чтобы оказать воздействие в другую сторону нужно знать это время и энергия уходит только из канала находящаяся в своей максимальной активности и вот это же правило вверх вниз оно показывает взаимодействие по аюрведической конституции и мы видим что все ну как бы органы находящиеся рядом они во первых относятся к одному элементу как в системе китайской то есть там эта система усин так и в аюрведической то есть каналы находятся и принадлежат одной системе вата питта капха и когда они соединяются по биоритмологическим правилам то мы видим взаимодействие также внутри одной аюрведической доши мы видим что легкие толстые пешка взаимодействуют с почками и мочевым пузырем и все это относится к элементам вата и именно нахождение вот этих биоритмологических соответствий между китайской и аюрведической системой позволило нам создать алгоритмы позволяющие восстанавливать через биологически активные точки не только дисбаланс меридианов но и балансировать душ также есть правило называемое в китайской традиции муж жена соответственно оно звучит что каналы относящийся к позиции муж может контролировать свою жену соответственно оно связано с пульсовой диагностикой есть на запястье три пульсовых точки и соответственно эти пульсовые точки называются цунгуанчи и соответственно пульсы находящиеся на левой руке они превалируют и управляют пульсами находящиеся на правой руке соответственно китайской традиции левая рука относится к ян системе и правая рука относится к ин системе то есть можно сказать что левая это мужская правая это женская рука и соответственно каналы находящиеся на левой руке они главнее каналов находящихся на правой руке и в данной связке происходит взаимодействие канала сердца с каналом легких и главным является канал сердца то есть сердце управляет нашим энергообеспечением и распределением энергии ну самый простой пример как это происходит сердце это в первую очередь наши эмоции когда мы эмоциональны соответственно у нас повышается пульс у нас сердце бьется чаще когда у нас сердце бьется чаще мы эмоциональны мы дышим так как мы тоже дышим чаще и соответственно вот на основе этого феномена и работает данное правило то есть когда мы видим повышение энергии в системе сердца то легкие не могут распределять свою энергию и энергию для всех внутренних органов более качественно и поэтому иногда для того чтобы доставить кровообращение доставить кислород до нужного места человеку надо просто успокоиться и у него легкие и система энерго и кислород обеспечения заработает намного лучше то есть зная вообще в принципе вот правила восточной медицины можно даже работать без точек а просто создавая для человека определенные условия в которых будут работать определенные каналы и соответственно каналы они отражаются не только в том месте где проходят но иногда на достаточно отдаленных местах сейчас мы с вами разберем проекционные зоны первые проекционные зоны являются в первую очередь сама проекция наружного хода меридиана также относится вся грудная мышца с точки зрения анатомии это как малая грудная мышца так и большая грудная мышца и соответственно межреберная мускулатура также есть так называемые зоны захарина геда зонам захарина геда для легких и бронхов относятся зоной под цифркой 1 это со стороны спины зона трапециевидной мышцы но она соответственно с двух сторон просто здесь для удобства на картинке показана только с одной стороны но знайте она двухсторонняя и на передней поверхности небольшой участок в надключичной области также представлены определенные зоны на лице но каждая зона она предназначена для разных целей главная является зона на лице на щеках так маргарита пишет что у ней нету звука кто-то меня слышит плюсики поставьте в чат если меня слышат большинство меня слышат и у маргариты звук появился это скорее всего связано с работой интернет и вашим пингом найти вот эти зоны на щеках достаточно просто надо надуть свои щеки и самая так скажем выступающая часть это будет эти точки какие-то белые либо красные пятна говорят о патологии этой зоны и связано с работой легких следующая зона на межбровье эта зона связана с перераспределением и получением энергии эта зона должна сиять она не должна быть узклой и плохо иметь морщинки посередине этой зоны с бронхами связывают наши крылья носа и сосудики на крыльях носа указывают на спазмы в бронхах на аллергические проявления связанные с дыхательной системой и вообще на хронический воспалительный процесс в области легких очень часто эта зона отмечена у людей злоупотребляющим алкоголем если человек выпивает и у него на этой зоне есть увеличенные сосудики либо эта зона вообще такая неровная рыхлая то с алкоголем ему надо распрощаться и также есть зона отдельная для мужчин и для женщин я надеюсь вы уже поняли что это не буковка Р русская это буковка П которая обозначает канал легких и вот ПМ это соответственно зона для мужчин ПЖ это зона для женщин она находится в области угла челюсти правой с правой стороны это зона для мужчин с левой стороны это зона для женщин соответственно это связано с системой Минцян и проецирование определенных зон вокруг лица соответственно чтобы сделать заключение о состоянии всей системы надо осмотреть как можно больше зон если вы видите изменения в пяти зонах на лице на теле можно подключить знания языка есть зоны на языке посмотреть точки о которых я говорил самые информативные и у вас наберется пять зон болезненных либо с какими-то видимыми изменениями то однозначно эта система дает сбой если признаков только три четыре то это может быть сомнительное изменение скорее всего уже к изменению дело идет если меньше трех то просто держим в уме и ищем другие пораженные системы и подошло время нашей практической части к запуску канала легких но кто был на соответственно ведом марафоне помнит что лучше всего сначала запустить малый круг циркуляции энергии прохлопать передне срединный и задне срединный меридианы но для этого надо активировать их точки ключи для задне срединного меридиана это точка тонкой кишки номер 3 и для передне срединного меридиана известная вам сегодня точка P7 и соответственно сегодня мы будем запускать канал легких канал легких запускается просто непосредственным прохлопыванием всего канала более эффективно начинать прохлопывание по проекции внутреннего хода и дальше переходить на наружный ход то есть начинается он сначала послушайте потом практически сделайте начинается он на середине расстояния между кубком и мечевидным отростом то есть просто положите туда руку пока слушаете меня и сосредоточьтесь на этом месте потом когда начнете прохлопывать в принципе данный канал можно прохлопать и сидя но чтобы включить в работу все 12 меридианов в дальнейшем то лучше конечно хлопаться стоит мы начинаем хлопки по проекции внутреннего хода то есть опускаем руку до пупка и хлопаем раза три по пупку потом поднимаемся вверх по средней линии до области горла и потом легонечко вот таким обхватывающим движением хлопаем по горлу но помним что горло все-таки нежное у нас создание и соответственно сильно хлопать не надо и потом уходим от центра горла к первой точке далее поднимаемся на плечо и проходим все известные нам точки над проекцией всех важных точек мы задерживаемся и хлопаем по три раза в принципе задерживаться можно и больше но лучше использовать нечетное количество хлопков и таким образом доходим до заключительной точки заключительную точку мы массируем большим пальцем как бы вот выдавливая из нее наружу прорабатывая потому что по пальцу хлопать не очень технически удобно когда мы прохлопываем мы движем ладонь очень медленно то есть каждый последующий хлопок смещается на пол ладони и таким образом мы прогоняем энергию если вы после прохлопывания почувствуете что какая-то точка активировалась вы можете вне зависимости от того есть такая стандартная точка на этой линии либо она вообще не описана потому что могут появляться так называемые точки аши точки проявляющие застоем энергии ну вот в этом конкретном месте то есть оно возникло вот здесь и сейчас именно для вас не обязательно что в этом месте может быть точка хотя она там может и быть то есть вы на это место легонечко поставьте свои пальчики легонечко по часовой стрелке поразминайте и потом прогладьте по ходу движения канала после этого прохлопайте также от внутреннего хода другую ветвь обратите внимание появились ли точки проработайте то есть эта работа такая вдумчивая спокойная без торопления и соответственно сейчас уже можете начинать прохлопывать прохлопываться как закончите с одной стороны то первое это сделает ну напишите пару слов там есть какие-то ощущения нет каких-то ощущений начинаем работать а я вам расскажу чем мы будем дальше заниматься и какие у нас есть интересные планы на будущее соответственно каждый месяц мы будем изучать последующие меридианы и соответственно вы помните что каждый меридиан он активен в течение месяца и как раз мы пойдем по месячной активности то есть мы будем актуально прорабатывать меридианы также каждый месяц у нас будут еще платные вебинары посвященные разным интересным темам соответственно доступ к этим вебинарам в дальнейшем тоже является закрытым в этом месяце я рассказываю про простудные заболевания с точки зрения традиционной китайской медицины как на них воздействовать и биоритмологическим методом как можно профилактировать питаясь определенными блюдами связанными с китайскими сезонами и плюс вы узнаете определенную рецептуру для устранения и прекращения простудных заболеваний и уже вот эта вот методика что сейчас вы выполняете прохождение меридиана в первую очередь меридиана легких она является хорошим заделом для вашего иммунитета и соответственно профилактики любых простудных заболеваний лучше всего это делать ежедневно соответственно вспоминайте хотя бы раз в неделю проходите меридиан не забудьте включать соответственно малый небесный круг и вы будете получать большой задел для своего здоровья также существуют определенные дни когда точки меридиана легких определенные точки являются наиболее чувствительными так ближайший такой день является 19 февраля вот 19 февраля будет особо активна точка П10 и весь февраль до первых чисел марта будет активна точка П9 то есть точка П9 это точка связанная с месячной энергетикой а точка П10 будет работать только 19 числа так вот у нас уже первый отзыв появился ну вот заложенность носа ушло и соответственно по линии попадается много людей с перенапряжением канала легкого но в этом нет ничего странного потому что ну как бы легкий управляет всей энергией и соответственно вы видите что по аюрведической конституции легкие относятся к элементу вата соответственно а с ватой связана наша нервная система и соответственно когда человек нервничает его энергия не может перераспределяться то есть рассеиваться до каждой клеточки она остается поверхностной и эта энергия как бы заставляет человека ну еще больше напрягаться он чувствует вот это свое поверхностность и ну начинается метаться вместо того чтобы успокоиться и вот ну можно вот таким простым действием проработать эти точки ну можно еще добавить что давайте вот в нашу практику в обязательном порядке введем точку элемент в элементе и точку щель для каждого канала то есть прорабатывая вот эти вот две точки все остальные как бы по вашему дополнительному желанию то есть буквально по минутке поработайте на этих точках и вы увидите как меняется ваше тело давайте эти методики знакомым показывать они простые они занимают тут не больше пяти минут то есть каждый человек может себе это позволить но мы получим большой задел для вашего здоровья вот Галина написала легче дышать стало то есть вы видите что простые движения но в определенных направлениях с определенными мыслями а мы помним что когда вот это все делаем мы можем настраиваться на определенный результат и все это даст хороший задел для вашей здоровой и счастливой жизни давайте заканчивайте практику спокойно участвуйте в наших мероприятиях в этом году команда ведопульса подготовила очень много интересных мероприятий оставайтесь с нами и хорошего здоровья и удачи вам по жизни всего вам доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания